Быстрее, выше, сильнее. Именно под таким девизом прошла проверка физической подготовки школьников. Организатором мероприятия выступил Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по городу Анапа. В мероприятие приняли участие 86 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 15 лет. Все они – воспитанники спортивных школ города-курорта. Проверка физической подготовки проходит по четырем возрастным ступеням. Прыжки в длину, подтягивания, метание мяча – во всех дисциплинах ребята стараются показать наилучший результат. Арина Васина в спорте с пяти лет. Ранее занималась плаванием, но из-за травмы перешла в волейбол. Девочка пошла по стопам старшей сестры, которая сдала нормы ГТО и заработала золотой нагрудный знак. Мне нужен золотой значок ГТО, чтобы я в будущем поступила в финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Я уверена, что я получу золотой значок за прыжки в длину. Я в классе лучше всех прыгаю, у меня даже один раз прыгнуло 192. Впрочем, результаты этих тестов пока на карьере молодых спортсменов не скажутся. Это лишь показатель физподготовки и общей выносливости юных спортсменов. В некотором роде своеобразный промежуточный экзамен. А вот через пару лет участникам следует задуматься над своими результатами, ведь золотой значок ГТО дает серьезные преимущества при поступлении в ВУЗы. Это льготы при поступлении в ВУЗ. Это самое главное, да. Значит, обладатели золотого значка получают до 10 баллов в сумме ЕГЭ при поступлении в институт. В ближайших планах организаторов – тестирование студентов среднеспециальных и высших учебных заведений. Но самое интересное еще впереди. В январе 2017 года вступает в силу третий этап внедрения комплекса ГТО. Тестирование будет проводиться среди всего населения Анапы. О возможности принять участие в этом глобальном проекте будет сообщено дополнительно.